Сальвадор принял биткоин как официальную платежную систему. Ну и что скажете вы, маленькая страна и это не важно. Но на мой взгляд случилась важнейшая точечная революция в мире денежных переводов. И с этим я скоро ожидаю мощную атаку на биткоин среди крупнейших государств мира. Здравствуйте, меня зовут Антон Яковлев и моя профессия финансист. В этом видео я хочу поговорить о том, почему крошечная страна совершила важнейшую революцию. Как Китай и Америка будут стараться уничтожить биткоин. Пока вы смотрите, не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропустить важные обновления в мире бизнеса и финансов и быть в курсе о новых продуктах, на которых зарабатывают успешные инвесторы. Сальвадор это бедная и незаметная на мировой арене страна. Многие из нас вообще не помнили о ее существовании до последних новостей о том, что это государство официально признает биткоин как платежное средство. Давайте разберемся, что это означает. Биткоин, помимо того, что он упорно растет и падает в цене, представляет из себя еще система платежей. Его можно использовать, чтобы сделать перевод, оплатить услугу или использовать как залог. То есть, грубо говоря, биткоин выполняет часть функций коммерческого банка. Раньше, чтобы нам сделать перевод денег родственникам или отправить какие-то деньги за границу, мы шли в банк, стояли в очереди, писали квитанцию, платили комиссии и деньги уходили. Через 2-3 дня получатель наконец мог получить деньги. Потом появились платежные системы, такие как PayPal и прочее. Теперь через продолжение вы просто выбираете получателя, отправляете деньги. За это вы платите несколько долларов. Все удобно, все быстро и, казалось бы, современно. Но не все так просто. Когда мы хотим перевести сумму чуть больше, то тут начинаются интересные вещи. Вас автоматически просят зарегистрироваться, предоставить много документов, подключить банковские счета и ждать, когда вы получили разрешение. То есть, по факту, платежная система становится банком. Если банку что-то не нравится, ваш платеж могут заморозить или заблокировать счет. И вот мы получаем вместо гибкости, универсальности и скорости некую тоталитарную машину по переводу денег. То есть, банк решает, кому я могу переводить деньги, а кому не могу. Объясняется это тем, что банки не хотят, чтобы деньги попали разным организациям, которые занимаются нехорошими для общества деятельностями. Но интересно то, что список этих организаций множится с огромной скоростью. И вы вдруг можете обнаружить, что перевод вашего родственника в другую страну является этой деятельностью. Я категорически против любой организации, которая участвует в незаконной деятельности. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что мы все время находимся под неким давлением. И мы не понимаем, как это работает. Особенность экономики Сальвадора заключается в том, что 1,5 всего ВВП – это те платежи, которые граждане присылают из-за рубежа. То есть, граждане Сальвадора едут на заработки в другие страны, в основном в Америку, там что-то зарабатывают и отправляют назад Сальвадор. За это они платят комиссии банкам или платежным системам. И каждый день находятся под риском того, что их платежи будут заблокированы. Биткоин, в свою очередь, является системой децентрализованной. То есть, там нет председателя банка или надзорного органа, который вдруг запретит гражданам Сальвадора переводить деньги домой. Система базируется на блокчейне, который использует сотни миллионов компьютеров по всему миру. Вы не можете остановить работу системы, платежи будут проходить. Хотят этого банки и надзорательные органы или нет. И что же тогда получается? Получается, что без работы остались банки, платежные системы, разного рода чиновники, которые следят за переводами, назначениями и организациями. Для них это хаос и революция. И, как вы уже сами понимаете, им это очень сильно не нравится. Ведь в теории, последовать примеру Сальвадора, может любая другая страна. Сначала присоединится еще одна крошечная страна, потом другая и так далее. И не пройдет пяти или десяти лет, как несколько десятков стран уже пользуются децентрализованной системой перевода денег. Банки и надзорательные органы это отлично понимают. И, естественно, им эта система не нравится. И им нужно с этим что-то делать. Запретить биткоин они не могут. Но они могут сделать три вещи. Первое. Они могут сильно ограничить или запретить использование биткоина. То есть, представьте, что вам говорят, что если вы используете биткоин для перевода, то вы заплатите штраф в 10 тысяч долларов. Или отправитесь в места не столь отдаленные. Звучит как сумасшествие, но они могут это сделать. Второе. Они могут начать сильную и мощную маркетинговую кампанию по дискредитации биткоина. С рекламными фондами банков они могут достучаться до каждого неискушенного инвестора и гражданина и рассказать ему или ей ужасные вещи об этом инструменте. И третье, что они могут сделать, это сильно усложнить жизнь людям, занимающимся поддержкой экосистемы. Они могут перекрыть электроэнергию майнерам или организациям, которые добывают и обеспечивают жизнь миру криптовалюты. Именно поэтому, кстати, сейчас идет очень мощный отток майнеров из Азии в развитые страны, такие как Канада и Северная Европа. Майнеры готовы платить повышенные деньги и комиссии, лишь бы у них была безопасность. Что это будет означать для цены биткоина и для всей экосистемы, оценить сложно. Я уверен, что это приведет к еще более высокой волатильности биткоина. Но здесь нужно понимать, что он настолько уже вошел в мир нового поколения, в наш мир, что все эти попытки, о которых я говорил ранее, будут носить лишь временный характер и не отпугнут тех, кто поверил в эту систему. Лучшие умы человечества занимаются вопросами блокчейна, криптографии и новыми деньгами. Вы не можете просто взять и отменить такое количество одаренных и талантливых специалистов. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите ваши комментарии под видео или мне в WhatsApp. Желаю вам отличного лета и прибыльных инвестиций. Продолжение следует...